Летаю. Вот уже прошел месяц, как вышла новая версия FreeCAD. Припозднился я, конечно, с обзором, но тем не менее, давайте посмотрим, что же изменилось в FreeCAD MKE с выходом версии 0.21.1. Итак, в основном все изменения касаются улучшения взаимодействия FreeCAD и решателя Elmer. Теперь в глобальных настройках можно выбрать решатель по умолчанию. А сам Elmer поддерживает работу с несколькими ядрами процессора. Закрепление пружина теперь может взаимодействовать с Elmer. При решении задач линейной и нелинейной упругости при помощи него можно смоделировать упругоподатливую опору. В пункт меню теории упругости добавился пункт уравнения деформации. За ним скрывается модуль Elmer нелинейная упругость, который в FreeCAD может применяться для моделирования нелинейной деформации и моделирования изменения заданного перемещения во времени. Теперь при решении нестационарной задачи загружаются все результаты для каждого шага или для каждого этапа загружения. Изменилась панель задания перемещений и закреплений. Появилась строка, позволяющая задавать перемещение формулой. Но, как видим, синтаксис команд Elmer поддерживается не до конца. При этом это совершенно не является проблемой, так как, как и прежде, доступен универсальный инструмент, а именно редактор файла задачи, в котором можно непосредственно перед расчетом задать необходимую формулу любой сложности. Точно так же, как бы мы это делали и в редакторе файла CIF в самом Elmer. В разделе электростатика добавлены трёхмерная магнито-динамика и двумерная магнито-динамика. Теперь магнитное поле вокруг медного провода и магнитное поле постоянного магнита можно посчитать целиком в Африкаде. Среди фильтров-результатов появился новый контурный фильтр. Для двумерных задач он представляет результаты в виде набора цветных изолений. Для трёхмерных задач этот фильтр отрисовывает результаты в виде цветных изолент. Плотность ленты и линий можно менять, изменяя число в соответствующей строке. Фильтр результатов Clip Filter пополнился новыми формами отсечений. Теперь помимо сферы и плоской поверхности стали доступны срезы в форме цилиндра. Я и сечения в форме куба. Смотрится довольно-таки неплохо. На этом всё. И, как завжди, дякую за увагу. И долларов. Вот что будет. Продолжение следует... С Yoshida.